Об инциденте словно из лихих 90-х написала комсомольская правда Барнау. Житель краевой столицы попал в серьезную передрягу после того, как перестал гасить ранее оформленный кредит. Мужчину сутки удерживали коллектори в его же квартире, заставляли переписать квартиру, а после насильно увезли в другой город. Но в итоге пострадавшему удалось сбежать, а случившимся он сразу же сообщил в полицию. Отметим, преступников, всего их было трое, приговорили к реальным срокам лишения свободы. За решеткой каждый в среднем проведет 8 лет. Ленточным барам края присвоен особый статус, информируют аргументы и факты на Алтае. Научное обоснование данному решению подготовили в Министерстве природных ресурсов на основе результатов обследования насаждений, которые провели летом 2018 года. В итоге ленточные бары включены в отдельный лесорастительный район. Сейчас готовят дорожную карту, а также региональные нормативы по охране, защите и воспроизводству лесов данной категории. Рабочей группе на эти цели отвели месяц. Самые востребованные профессии назвали ВАГУ, сообщает информагентство ТОЛК. По-прежнему в топе остаются экономисты и юристы, и впервые за долгие годы в тройку лидеров вошел факультет массовых коммуникаций специальность журналистика. Также в этом году впервые за много лет полноценную внебюджетную группу сформировал факультет математики и информационных технологий. В целом прошедшая приемная кампания показала увеличение спроса на естественно-научные специальности. Корреспонденты бийского рабочего побывали в гостях в единственном костеле в Наукограде. Как выяснилось, в католическом приходе непростая ситуация. Он практически год существовал без настоятеля, из-за чего община маленькая и средств не хватает. За храмом приглядывают сестры-монашки и прихожане, которые решили перейти в католичество. Много ли таких, читайте в газете «Бийский рабочий». Барнаульцев научили делать снеговиков в здании вокзала, сообщает Политсебро. Серия новогодних мероприятий прошла для пассажиров железнодорожного вокзала. Детей научили лепить необычных снеговичков. Мастер-класс по лепке провел волонтерский отряд железнодорожников. Ребятишкам также вручили сладкие подарки. Дед Мороз и Снегурочка водили с ними хороводы.